Передаю привет Александру Беспалому. Ты молодец, спасибо, что поддерживаешь нашу армию. Твои изобретения нам очень помогают. Я понимаю вас. Специальность радиотехника. Я понимаю, что это как бы... Я далек от этого. Я понял, я просто... Я же вас много чего спросил. Просто как бы... Я понимаю, это интересно. Я вас не отвлекаю, вы же там чем-то заняты. Не отвлекаю, чем-то вы заняты, наверное. Нет, я особо ничем не... Я на работе нахожусь, но я личными делами больше сейчас занят. Я вас не отвлекаю сейчас от ваших личных дел? Нет. Может вопрос какой-то интересный у вас есть? Ну, вы работаете у себя в Харькове, да? Да. По профессии? Да. Да, я вот сейчас нахожусь на своем рабочем месте. И ваша профессия востребована, да? Не то слово. Меня рвут на части. Именно вас или вообще? Ну, людей... В данном конкретном случае именно меня. Ну, я понимаю, у вас есть опыт. То есть, вы человек, что-то из себя представляющий. Ну, дай бог. Что-то можете кому-то... Слава богу. Нет, я просто занимаюсь разработкой радиоэлектронной аппаратуры. Испытанием, проверкой, обучением, чтобы люди умели пользоваться, друзья мои. То есть, как бы с фундамента до крыши можете... Ну, я просто на работе, я... В составлении документации... Я просто один. Я у себя работаю один. Ну, у меня как бы то же самое. У меня есть команда? Я могу сказать, я работаю... Автосалон, это дилер Мерседес, грузовые машины. Мы занимаемся продажей и ремонтом машин. Ну, фур вот этих вот, грузовых. Да, фуры. Аксоры, Актер, Зетрос, Кунемок. То есть, и Камазы. Сейчас Камазы... Сейчас же 49% акций в набережных Челнах выкуплены Мерседесом. Как бы, ну вот, и Камазы сейчас. Какое-то время были и японцы, и корейцы, и Сузу. Сейчас отказались мы от них. Ну, а я как бы, как человек, которого, ну, есть опыт по технике, именно вот, связанный с большегрузами. Ну, вот так вышло, что я какое-то время просто крутил гайки, был обычным механиком. Ну, а потом вот... Ну, а я еще с 5 лет, это с 5 или с 6 лет, я как влюбился в радиоэлектронику, так и все. Это хорошо. Наверное, конечно. Это хорошо, когда работа приносит удовольствие, а потом она, соответственно, и начинает приносить прибыль. Ну, у меня работа не приносит мне прибыль. В своем месте. Моя работа не приносит мне прибыль, но очень, так сказать, чувство удовлетворения приносит. Потому что я вижу, как люди радуются, как мои друзья, радуются тому, что я делаю. Ну, а как прибыль? А жить, кушать надо что-то? Ну, какая-то денюжка идет. Ну, даже содержание мастерской. Вот. Но это, скажем, вряд ли можно назвать. Потому что я делаю бесплатно для своих друзей то, что я делаю. Аппаратуру. Нет. То есть, кому это надо, я не беру за это денег. Все правильно. Это везде так, как бы. У нас то же самое. То есть, есть определенное количество людей, близких, друзей. То есть, у меня то же самое, в котором я иду на уступки, как бы. Ну, за это получаю, конечно, какое-то вознаграждение свое. Либо моральное, либо там, ну, что-то. Ну, о чем дружба стоит? На, как сказать, на взаимопонимании. Правильно? Ну, это... Люди, которым что-то делаешь и понимаешь, что, ну, как бы, ну, не надо ждать взаимности. Потому что, как бы, есть такие люди, с которыми есть такие отношения, как сказать. Они, ну, особые, очень близкие, или как назвать, что... То есть, какая-то встреча, то есть, если он тебя чем-то отблагодарит, вот, у меня есть такие люди. Я буду это считать, как, ну, дал-продал. Вот в чем дело. Даже обидно. И у меня есть люди, которым просто приятно сделать хорошее. Вот, проще говоря. Ну, а я, когда на фронт приезжаю со своей аппаратурой, то я чувствую себя Дедом Морозом. Который детям привез подарки. Это просто в моральном плане очень классно. Это хорошо. Поэтому это... Поэтому это дорогого стоит. Ну, да. Конечно. Мы чем-то похожи. Не знаю. Я... Ну, вот вы что-нибудь из своих активов, вы что-нибудь продали, чтобы кому-то что-то сделать? Ну, я не продавал. Я просто сделал. Просто, когда моим друзьям понадобилась помощь, вот, я просто продал свой автомобиль почти новый. Ну, автомобиль. Ну, это... Не, ну, что мог. Уже старый я был, почку уже не брали. Ну, это я так шучу, конечно. Мне надо было почку отдать. Ну, так сказать... Если так надо. Я буду. Возможно. Не знаю. У меня, как бы, есть много очень близких людей, которым я не то что считаю, что я должен, я ими обязан помогать. Это люди, это моя семья. Я считаю, как бы, я с этим справляюсь очень хорошо. А кому-то еще, я не знаю, кому еще. Ну, вот, видите, в этом мы и отличаемся. Ну, вот чем? Вот чем отличаемся? Вот что должно мной сподвигнуть, чтобы я кому-то что-то отдал? А я не знаю. Это уже вам решать. Я же не знаю. А у вас какой произошел случай или какой момент в жизни, что вот вы пошли на это, чтобы... Ну, война началась. Война началась. Ну, так это ваша война. Это вы вправе отдавать. У меня... Ну, так я же говорил. Ну, вот же. Просто у меня не было такой ситуации, что я бы должен там... Я могу больше сказать. Да. У меня две командировки в Чечню. 93-й, 94-й год. Я, если честно, как бы, я не машину отдавал. А что вы отдали? Ну, там немножко другое. Как бы, я... Ну... Вы участвовали в войне. Ну, да. Там машина, как бы, это в расчет не шло. Ну, у вас, может быть, тогда и машины не было. Не было, конечно, ничего не было. Ну, вот же. А кто-нибудь... Ну, я бы не посылал. А кто-нибудь... Я понял, что... Ну, вы же были солдатом, очевидно. Солдат, конечно. Не сержант, не офицер, солдат. Нет, я сержант был. А, сержант. А вы знаете какие-нибудь случаи, когда бы кто-нибудь, ну, вот, действительно, по волонтерству помогал вам безвозмездно? Такие случаи были? Конкретно мне? Ну, вообще, вы знаете об этом, что вот кто-нибудь из граждан Российской Федерации говорит, надо ребятам помочь. Вот продам машину, куплю, например, им там прицелов снайперских. Я к примеру говорю, не обязательно. Или там радиостанции, или миноискателей. Или там сделаю что-нибудь. Было такое? Это был 93-й год. Точно. Тогда это не очень развито было. А почему не очень не развито? А почему не очень развито? Что, у людей разве не было автомобилей? Были. Ну, а почему тогда таких случаев не было? Ну, конкретно у нас в части таких не было случаев. Ну, а вы знаете в соседней части, чтобы такое было? Нет. С другой стороны, например, ну, вот с людьми, как бы, кто воевали против нас, там были такие случаи. Были. А у вас были? Нет, у нас не было. А у вас не было. Может быть, потому что война эта воспринималась населением как несправедливая, ненужная? Я могу сказать насчет населения. Или всем было насрать. Там двоякое было. Или всем было насрать. Там двоякое было отношение к этой войне. Да, кто-то был за эту войну, а кто-то против был этой войны. А большинству было насрать? А я не знаю, как большинству было. А, я понял. А местное население как вас воспринимало? Я про местное население и говорю. Двоякое отношение было к этой войне. А, то есть чеченцы вас принимали хорошо. Некоторые. Были, были, да. Было и такое. Было. А как? Немало было таких случаев. Что-что? Немало было таких случаев. Немало. Вы знаете, я одно время был в батальоне имени шейха Мансура. Это было уже после 2014 года. И вот там был молодой человек. У них база была под Мариуполем тогда, сектор М. И вот молодой человек, с которым я общался, я им привез свою технику, работал с ними. И вот его командир говорит мне, Саша, ты, пожалуйста, его, он из села Самашки. Вы, наверное, слышали, что это такое. Семашки. Ну, Семашки, Самашки, Самашки, не важно. Вы понимаете, о чем я говорю. Разница есть. Я понимаю. Вы понимаете, про какой населенный пункт я говорю. Вот он оттуда, и у него погибло большое количество, много его друзей, знакомых, родственников. Ты, пожалуйста, его про войну не спрашивай. Потому что это для него очень болезненно. Там федералы зверствовали, что-то бывает. Там федералы, говорит, зверствовали. И были жертвы среди мирного населения, достаточно многочисленные. И вот у него погибли там его родственники и его друзья, дети, с которыми он дружил. Война. А, ну, война. Это понятно, что война. Ну, я могу сказать то, Семашки, я вообще хорошо знаю это. А вы там были? Вы там были? Нет, я не был там. Я знаю, где это находится. Я вообще из Пскова сам. Я живу в Питере, но сам я псковский. Я уехал в Грозный 27 января в 93-м году у нас. Я служил по контракту. А где псковские десантники? Десантура псковская? Да, 76-я дивизия. Ага. Нас посадили, короче, на Илы, в Моздок и в Грозный. То есть 27-го числа были мы уже в Грозном. Ну, нам повезло, что как бы нас не погнали как пехоту, то есть в Грозный там мы зачищали только. И я был в охране Яндарбиева. То есть нам, ну, повезло немножко. Как бы, может, и не было здесь. Вот. Это... И я знаю, что в Грозном к Новому году, это было 20... Ну, где-то вот 27-го мы приехали, а 29-го числа, из мирного населения в Грозном оставались только русские, русскоязычные. Чеченцев не было. Были русские только. Ну, я не встречал чеченцев. Они были вывезены. То есть чеченцы только воевали. Ну вот. А мирное население было только из русских. А, и вы воевали с мирным населением русским? Нет, с мирным мы не воевали. Мы, кстати, я тебе вот могу сказать, наоборот, всячески, чем могли помочь, мы помогали. Не воевали. Да, гибли при обстрелах, и мирное население гибло. И, ну, как бы... А почему не вышло русское население? А их не выводили. Ну, там специально было сделано так, были оставлены русские, ну, как заслон, типа. А, то есть их удерживали. Удерживали, да, не выводили. А вы... Подвалы жили. А вы дали им коридор для русского населения, как вы говорите? Какой коридор? Ну, чтобы они вышли. Какой коридор? Ну, чтобы они вышли. Ну, вы... Если вы говорите, что вы были на войне, вы представляете, что такое коридор дать в условиях, когда бои идут, например? Да. И такие бои там с одной стороны пульнули, с другой, а когда идут ковровые бомбардировки... Ковровые бомбардировки. Вас разве посыпали ковровыми бомбардировками? Это же вы посыпали ковровыми бомбардировками. Ой, давайте... Ну, разве чеченцы вас поливали ковровыми бомбардировками? Это же вы... У них же практически не было тяжелого оружия. Как не было? А какое у них было тяжелое оружие? А какое у них было тяжелое оружие? Танки. Ну, приведите пример. Танки, артиллерия. Танки, артиллерия. Что, много танков было? Авиации не было, да. Авиации не было. То есть, а, танками ковровые бомбардировки они делали. Артиллерия, грады. Ага, ага. Вы что, наверное, плохо знаете. Нет. Вы знаете, почему? Вы знаете, как использовать мину 82-ю на РПГ-7? Что, что? Еще раз. Мину 82-ю. Вы никогда не слышали про использование 82-й мины на РПГ-7? Нет. Нет? Это от нехватки минометов. РПГ-7. РПГ-7 скручивается кумулятиву. Ну, я знаю, что это. И при помощи переходника, ну, сейчас переходника у меня, по-моему, тут нету, но не важно, накручивается мину 82-я или осколочно-фугасная граната ОГ-9 от сапога, осколочно-фугасная часть. Нет, мы такие не использовали. Нет, такого не слышали, нет? Нет. У нас не было... Чеченский атом-гранатомет. Ну, ты ж... Не хватало и так, у РПГ-7 хватало. Ну, ты ж мотострелок? Что это такое? Нет, я не мотострелок. Хорошо, что это, десантник, что это такое? РПГ-7. Нет. РПГ-7. Нет. Ну, как нет? Покажи... Ну, обтюраторные кольца и взрыватель какой. Это осколочно-фугасный... Неплохо видно. Плохо видно? Что это? А, ну, нет, это не РПГ-7. А что это? Это от ИСПГ-9. От ИСПГ-9. Осколочно-фугасная граната ОГ-9. Ну, и как? Очень хорошо. Хорошо, вставляет мозг очень классно. А кому это вставляет? Вы понимаете, что вот эта вся фигня, это приносит, ну, людям, по крайней мере, ну, горе? Там, не знаю. Мне кажется, это нехорошо, такими вещами вообще помогать. Мне надо... Ну, я на работе нахожусь. Мне кажется, наоборот, надо... А, ну, работа может быть... То есть, по-доброму надо. Словами. А если не понимают ваши слова? Ну, вот у меня, например, мой дядька родной, например, с гитлеровцами воевал. Только он... Это калибр 73 миллиметра, а он воевал 76,2 трехлинейка. Трехдюймовая пушка. Грабинская, ЗИС-3. Он же тоже, получается, приносил там горе какое-то в какие-то немецкие семьи. Он же стрелял то. Мог же в кого-то попасть наверняка. Естественно. Ну, одно дело, когда человек защищает свой дом, а второе дело, когда он нападает на кого-то. Так я же об этом и говорю. Не мы ж, не я ж бегаю по территории Псковской области со своим гранатометом. Там не позволят просто бегать. Не позволят. Или по Белгороду. Конечно. Так вот, мы ж как раз занимаемся этими делами. Потому что мы ж думали, что... Понимаете, это ваши дела, внутренние дела. Вы друг друга убиваете там просто. А откуда вы знаете? А откуда вы знаете про друг друга? Так вы даже не знаете, что это такое. Откуда вы знаете, что друг друга? Это же фраза из телевизора. Ну, это понятно. Это же фраза из телевизора. А откуда эта фраза? Не из телевизора. А откуда эта фраза? Первое. Это мое личное мнение. Я понял. Почему это слово в слово повторяет телевизор ваш? Ну, наверное, по телевизору просто говорят правду. А, правду. Что шахтеры нашли оружие в шахтах. Они не нашли, они забрали просто вот. Забрали. Что на них наступает. Ага, вон оно что. И этого оружия хватает, чтобы воевать со всей остальной частью? Естественно. Точно. А вы когда-нибудь... Надолго хватает. Надолго хватает. Вы знаете, сколько может фронт в 600 километров во время активных боевых действий потреблять вооружение, боеприпасов, горючего? Примерно представляет. И вы считаете, что это можно все захватить? Естественно. Если армия безрукая, с безголовым командованием, это не то, что можно захватить. Это можно купить. А у вас есть факты такие покупки? Как вы это себе представляете? Вот вы продавали оружие чеченцам? Я именно нет. А вы знаете такие случаи? Были такие случаи. И вы это переносите на нас? Были. А как вы себе это представляете? Были. Были. Я понял. И как? Не знаю как. Я в это не вдавался. Ну были. Сто процентов были. То есть у вас такое было, и вы переносите это на нас? Ну у вас, мне кажется, сейчас такое государство, как у нас было в 90-е. То есть, ну, бардак. Бардак. Поэтому возможно все. Я понял. Ну классно можно. А танки Т-72, Б-3 откуда там взялись? Новейшая модификация танка Т-72. Мне кажется, Т-72 как бы это не новейшая модификация. Т-72, Б-3. Т-72, Б-3 это самая последняя, самая новая модификация Т-72. Вы знаете, чем отличается? Как отличить от, например, Т-72, Б? По каким признакам отличается? По динамической защите можно отличить. Ага. Ну там стоит радиоактивная защита еще стоит. Радиоактивная защита? Нет. Как она называется? Динамическая защита. Не правильно. Динамическая. А, динамическая. Ну вы же говорили уже про динамическую. Там контакт другого поколения. Ну я как бы... И еще по датчикам. Ну я понял, что вы не знаете. Так я спрашиваю. Я течу сразу. Да, так а как вы объясните, что там засветились танки Т-72, Б-3? Это тоже у украинской армии? Тоже у украинской армии было захвачено? Россия торгует оружием. Ее можно купить через третьи страны. Через какие третьи страны можно купить? Абхазия. Я понял. А Абхазия граничит с Донецкой и Луганской областью? Нет, не граничит. А как можно, чтобы Абхазия поставляла туда оружие? Вообще легко. Сейчас это все реально возможно. Каким образом? Подождите. Каким образом? Это же каким-то образом ваши пограничники должны пропустить эти танки? Может, ваши пропустили? Нет, я спрашиваю ваши с российской стороны. А, то есть Абхазия завезла в Украину? Абхазия завезла в Украину? А в Абхазии есть с Украиной общая граница? Как можно без российской границы это сделать? Я и говорю, через третьи страны. Так я же говорю, через какие страны? Есть морской путь. Морской путь какой-нибудь может использовали. Вон она там. То есть в Луганской области морской путь. Ну, прикольно. Очень классно. А может быть воздушным путем? Нет? Может быть. В Донецке аэропорт. Мне неинтересно это. А почему вам неинтересно это? А почему вам это неинтересно? Ну, это ответ. Это классный ответ по тому. Я понял. Вы не думаете, что это называется подлость? Нет, это не подлость. Это не подлость. А как это называется? Это люди хотят жить своей жизнью, а вы им не даете. Кто им не дает? Я могу сказать точно, что, ну, как кто? Ну, вот, как бы, ваша власть. Я не имею в виду там украинский народ. А, и поэтому нужны танки Т-72Б3. И поэтому нужны танки Т-72Б3. Чтобы защитить себя, да. А мне кажется, что скоро там и другие танки появятся. Серьезнее, чем Т-72. Там Т-90А даже засветился. Ну, может, скоро там большая часть будет такого вооружения. Я понял. Ну, так это ж я ж поэтому и говорю, что, друзья, давайте развивать наши средства-то. Чтобы гробы уж пошли на территорию России. Ну, ты же знаешь, что у нас противотанковые управляемые ракеты. Ты знаешь что-нибудь про джавелины, например? Про стугну? Ну, я слышал про эти джавелины, но их эффективность преувеличена очень сильно. А почему ты думаешь, что преувеличена? Что ограничивает... Потому что я... Не, подожди, подожди. Что ограничивает эффективность джавелинов? Ну, подумай немножко мозгом. Преувеличивает. Я знаю, что он не увеличивает. Что ограничивает... Ограничивает. Ограничивает эффективность джавелинов. Ну, температурный фактор. Например, при отрицательных температурах они вообще неэффективны. Это я знаю точно. При каких отрицательных температурах? Ну, сколько должно быть минус? Даже минус 5 градусов они уже слепые. А откуда ты знаешь об этом? Я же военный человек. Ты лжешь. Бывший военный. Бывший военный. Ты лжешь. Ты просто никогда не сталкивался с жевелинами. Какие ты знаешь противотанковые? Нет, не сталкивался ни разу. Какие ты знаешь противотанковые управляемые ракеты вообще? РПГ-7. Это неуправляемая ракета. Зачем ты глупость говоришь? РПГ-7 это неуправляемая. Его выстрелил, и он дальше летит по баллистической траектории. А управляемые, ты знаешь какие-нибудь средства? Не, ну ты же говоришь, что ты что-то знаешь. Не надо это знать просто. Я понял. Просто как бы... Ну я понял. То есть ты, как бывший военный, ты же говоришь, что ты бывший военный. Ты знаешь хотя бы одну... Это 90-х годов. Да я понял. Из 90-х годов. Ты знаешь хотя бы одну противотанковую управляемую ракету? Как называется? Почему ты глупый? Не знаю. Не знаешь? Ну так а что ты тогда за Джавелиной говоришь? А мне не надо это. И сейчас за Джавелиной я тебе могу сказать. Ты мне в чем-то хочешь переубедить. Я не хочу переубедить, я показываю тебя. Я показываю тебя. А что ты мне показываешь? Что ты мне показываешь? Ну показываю вот эту мерзость. В чем ты мне? В каком цвете ты меня хочешь показать? Ты сам себя показываешь. Ты разговаривать начал как с нормальным человеком, понимаешь? А ты мне начинаешь говорить за свое... Ну так если... Я не знаю. Понимаешь? А что вы добились за 7 лет с Джавелином, без Джавелина? Вы страну просрали. Вас ебут. Тоже из телевизора. Крым отдали. Донецк и Луганск тоже отожмут сейчас. Вы просрали все. Это мне говорит гражданин страны, которая туда запускает свои танки. Превознести себя. Я не хочу себя превознести. Успокойся ты. Живи ты мирно. Ремонтируй приемники. Магнитолы пизди. Ходи по ночам с машиной. От тебя больше толку будет, чем ты кому-то чем-то помогаешь. Ты не помогаешь. Ты ходишь и сам себе нахуй наступаешь. Я тебе еще раз говорю. Вот ты этим помогаешь. А когда Вова придет, Путин, к тебе в Харьков, хуй к тебе к жопе поднесет, ты по-другому запарешь. Есть украинцы, а есть хохлы. Вот именно ты хохол. Нет, наоборот. Когда тебе хуй к жопе поднесешь, ты Вову будешь в жопу целовать. Ну, как ты привык это делать. А так ты себе ничего не представляешь. А, ты быдло конченая. Я понял. Ремонтируй приемники. Это очень хорошо, что ты так мне советуешь. Эти патефоны. На что у тебя ума хватает. Не лезь ты в эту хуйню. Ёпта. Ты взрослый мужик. Сам понимаешь, за все есть спрос. И когда-нибудь с тебя спросят. Так, а может наоборот скажут, что я красавчик. Просто по жопе настебают. А если здоровьем отнимут, то, бля, печально будет. Понимаешь? Я понял. А если я не испугаюсь сейчас твоей этой херни? Испугаешься. Ты думаешь? Ты по себе судишь. Я правильно понял? Нет. Я не сужу. Я не судья. Я вижу по человеку. Так я же говорил. А если я не испугаюсь, что ты тогда будешь делать? Ну, я вижу. Понимаешь, у меня такой жизненный опыт большой. Мне хватает просто нескольких минут беседы. И я вижу, что это за человек. И что он из себя представляет. А, ты думаешь, что ты мне сказал это? Я забоялся. У засал. Да нет. Чего ты забоялся? А что? Ты сейчас просто понимаешь свою физическую безнаказанность. Понимаешь? Ты можешь говорить все, что хочешь. Да не только физическую. Моральную. Если бы мы с тобой увиделись где-нибудь. Подожди. Если бы мы с тобой просто встретились где-нибудь на улице. Без разницы. Питер это был бы. Или Харьков. Это мне в глаза никогда такое не сказал. А ты бы мне сказал бы? В общем дело. Нет. А, ну вот видишь. Нет. Вот зная тебя сейчас. Вот какой ты сейчас есть. Конечно сказал бы. А, ну ты хочешь в Харьков приехать? Не, я не хочу. Мне там делать нечего. А, я понял. Зассал. Нет, не засал. Мне и тут хорошо. Но ты бы в Питер хотел приехать. Да ну ты что? Что я, больной что ли? Что ты там не видел? Что я, больной что ли? А что больной? Ну а нахрена мне в Питер? Это лучший город в Европе. А ты не хочешь туда приехать? Абсолютно не хочу. А ты не хочешь. Ты что, если, я же тебе говорю, если мне приснится, что я еду в Питер, я буду криком кричать. В ужасе проснусь. Скажу, хитрить колотить. Я тебя понял. Я тебя понял. Молодец. Так и живи. Точно. О! Пожелай мне удачи. О том, что она мне очень пригодится. Не, я близким твоим удачи желаю. А тебе она зачем? Я понял. Мне тоже очень нужна. Детям здоровья. Близким здоровья, удачи. А тебе нет. У тебя голова засранная. Ну, там могилы исправить только. А смотреть мне нехуй. Нехуй мне показывать. Смотри. Это я тебе могу показать, куда смотри. А ты мне в жопу заглядываешь. А, ты хочешь что-то показать.